SCP-1101-RU Детские качели Объект номер SCP-1101-RU Класс объекта Евклид Особые условия содержания Все имеющиеся экземпляры SCP-1101 должны находиться в стандартной камере содержания неживых объектов размером 10х10 метров В секторе содержания объектов класса Евклид зоны 7 Наличие каждого объекта и появление неопознанных сущностей, либо незарегистрированных предметов должно проверяться посредством камер наблюдения дважды в день Доступ к объектам разрешен сотрудникам с уровнем допуска 2 и выше Изменено Допуск к объектам запрещен без предварительного письменного разрешения сотрудника третьего уровня допуска или выше, ответственного за данные объекты Смотрите инцидент 1101-4 Все сотрудники, имеющие детей младше 10 лет, обязаны проходить психологическую проверку перед доступом Для обнаружения новых экземпляров SCP-1101 осуществляется еженедельная проверка СМИ и полицейских отчетов и ежемесячный осмотр детских площадок Описание Экземпляры SCP-1101 представляют собой качели различной конструкции яркой расцветки, стандартные для детской площадки Конструкция может быть любой, какую обычно используют на детских площадках На данный момент фонд располагает семью экземплярами Среди них три веревочных, один пластиковый и три на железном каркасе Каждый из них обозначен как SCP-1101-X, где X порядковый номер объекта Было замечено, что объекты приобретают внешний вид с ходным состоянием окружающего пространства Объект не проявляет аномальных свойств, если используется детьми старше 10 лет и взрослыми Если же на качели сядет ребенок младше 10 лет и начнет раскачиваться В течение 10 секунд он исчезнет из поля зрения Однако можно будет слышать детский смех, а сами качели будут продолжать раскачиваться Как если бы ребенок оставался в сидении Через три часа после исчезновения ребенка объект перестает функционировать И посторонние звуки перестают быть слышны Пока неизвестно, исчезают ли дети вообще или просто перестают быть видимыми Тем не менее, несмотря на то, что сторонний наблюдатель старше 10 лет может заметить исчезновение Остальные дети, а также родители исчезнувшего ребенка продолжают видеть пропавшего И утверждают, что ребенок находится рядом с ними Если объект используется ребенком-сиротой, видеть его продолжают все женщины, имеющие детей младше 10 лет При приближении к объектам на 6 метров и ближе людей, имеющих детей младше 10 лет и испытывающих сложности в общении с ними Далее субъекта Возле объекта начинают появляться гуманоидные существа, классифицированные как SCP-1101-X-A, где X – порядковый номер объекта, а A – номер появившегося экземпляра существа Чаще всего SCP-1101-X-A принимают формы 7-летнего ребенка с предельно усредненной внешностью SCP-1101-X-A не проявляют агрессии по отношению к субъектам и, судя по всему, не обладают разумом, сопоставимым с человеческим Чаще всего существа просто ходят вокруг SCP-1101-X и иногда реагируют, если субъект попытается позвать их Чем дольше последний находится в зоне действия SCP-1101-X, тем сильнее-A изменяют свою внешность, все больше походя на ребенка субъекта При выходе из зоны действия объекта существа исчезают, в целях появления пока не ясна Природа объекта неизвестна, принцип появления объектов в общественных местах также пока не установлен Чаще всего местные жители не замечают разницы между объектом и теми качелями, которые были установлены до появления SCP-1101 Даже если объект отличается от исходного экземпляра качелей История Фонд перехватил несколько сообщений о пропавшем ребенке в городе, а также о якобы сошедших самородителях девочки На место была выслана группа агентов, работавших в городе под прикрытием Для более подробного выяснения обстоятельств В течение нескольких дней после первого сообщения была обнаружена пропажа еще нескольких детей, как до инцидента, так и после Все родители пропавших детей вели себя аналогично Они утверждали, что ребенок никуда не пропадал и находится рядом с ними Это же подтвердили и другие дети, знакомые с пропавшими Было выяснено, что все дети пропали в одном и том же детском саду Работники детского сада были допрошены, благодаря чему был обнаружен SCP-1101-1 Объект поставлен на содержание фонда без инцидентов Приложение 1 Интервью с воспитательницей детского сада номер, где был обнаружен первый экземпляр SCP-1101 Опрашивающий Доктор Офф Опрашиваемое Далее просто опрашиваемое Вступительное слово Интервью было взято после обнаружения SCP-1101-1 Опрашиваемое было одной из воспитательниц, недавно нанятых на работу В детский сад номер Откуда был изъят этот экземпляр объекта Начало записи Доктор Добрый день Пожалуйста, сядьте и успокойтесь Опрашиваемое Да-да-да, конечно Доктор Расскажите о событиях, произошедших Опрашиваемое Ну я только недавно устроилась на работу, прошел всего месяц Но мне уже рассказывали про эти качели-похитители Что лет 10 назад пропал маленький мальчик, а его родители забрали в психушку В общем, в этот день я следила за старшей группой Я уже подружилась там с несколькими девочками Потому следить за ними мне труда не составило А потом Опрашиваемое начинает заметно волноваться Доктор Что потом? Опрашиваемое Одна из моих девочек перелезла через ограду Потому что захотела покачаться на старых качелях Я, в общем-то, не была против Да и старшая воспитательница тоже Мы, конечно же, девочку предупредили Что, мол, качели все равно не работают Проржавели ведь насквозь Конечно, она нас не послушала Села на них и давай качаться Знаете, без шума и скрипа Я так удивилась Ведь качели все коричневые от ржавчины Уже и двигаться-то не должны А тут как гладко качаются, будто новые Опрашиваемое испуганно замолкает и просит стакан воды Просьба исполнена Доктор Что же было дальше? Опрашиваемое Ну, не успела отвернуться, а девочка моя пропала Я так испугалась Качели качаются, слышен смех, а девочки нету Я спросил у других детей А они все как один На эти жуткие качели показывают, мол, вон она Качается Я подхожу к качелям, пытаюсь остановить, не получается Стали девочку искать Часа три искали, не меньше Господи, я так испугалась Доктор Продолжайте, пожалуйста Что было, когда вы закончили поиски? Опрашиваемое Мы с воспитательницами собрались во дворе И в этот момент те качели остановились Кто-то из нас рискнул подойти Я не помню кто И толкнул сидение Они жутко заскрипели, хотя до этого очень тихо раскачивались И звук такой жуткий, будто бы неестественный Что было потом Опрашиваемое Потом пришли родители Я даже не знала, что сказать родителям той девочки Что мы не нашли их ребенка Он пропал, исчез, убежал Его украли Мне казалось, они меня убьют Но все вышло по-другому Доктор Как именно по-другому Опрашиваемое Они подошли поближе к качелям и позвали свою девочку И знаете, вели себя так, как будто она была рядом с ними Я немного постояла, потом решилась. Они уже были у выхода, когда я их догнала и выдала. У вас ребёнок исчез. Отец мне рассмеялся в лицо и сказал, чтобы я не молола чушь. Вот она наша девочка с нами, видите, я её за руку держу. Что вы тут городите? Как-то так. Я посмотрела на мать. Та тоже посмеялась и сказала мужу, чтобы тот не сердился, я же молодая. Мол, могла переволноваться. У них такие жуткие взгляды были, как будто под гипнозом или что-то вроде того. Опрашиваемая замолкает. Доктор, что-то ещё? Опрашиваемая. Ну, наверное, нет. Я подошла к старой воспитательнице, спросила. Она тоже сказала, что эти родители себя очень странно ведут. Ведь девочка и правда пропала. Знаете, мне кажется, они всегда были немного, ну, того. Может и правда с ума сошли. В общем-то и всё. А дальше вы всё знаете. Доктор, благодарю вас. Вы можете идти. Конец записи. Заключение. Опрашиваемый был введён амнезиак, после чего её отпустили. Приложение номер 2. Инцидент 1101-4. Дата. Ход инцидента. Доктор Н. Зашёл в камеру хранения объекта для осмотра экземпляра SCP-1101-4. При его приближении к объекту в углу камеры началось какое-то движение. Однако доктор Н. Списал всё на нечёткость периферийного зрения. Когда между доктором Н. И SCP-1101-4 осталось меньше трёх метров, в углу камеры появился ребёнок приблизительно 4-5 лет на вид. С громким криком папочка субъект подбежал к доктору Н. И схватил его за руку. Доктор попытался освободиться из захвата. Однако субъект проявил удивительную силу и не отпускал доктора Н. Ребёнок потащил доктора в SCP-1101-4, игнорируя все его попытки высвободиться или хотя бы остаться на месте. Субъект усадил доктора на качели, после чего забрался к нему на колени, не переставая говорить. «Папочка, покатайся со мной!» SCP-1101-4 начали раскачиваться сами по себе, несмотря на все попытки доктора остановить движение. Объект раскачивался в течение четырёх минут. Ребёнок при этом не переставал смеяться и болтать ногами. После этого объект резко остановился. Ребёнок исчез из поля зрения, а доктора сбросило на пол. На записи с камер наблюдения заметно, что он что-то бормочет, свернувшись на полу в пользу эмприона. Доктора забрали из камеры содержание и отправили нам психологическую экспертизу. Спустя четыре дня доктор совершил самоубийство, оставив предсмертную записку. «Я должен был быть со своим ребёнком». Условия содержания были пересмотрены. Приложение 3. Инцидент 11-01-8-А. Дата? Ход инцидента. Во время плановой проверки через систему видеонаблюдения в камеру содержания 11-01-8 появилось несколько «данные удалены», которые пытались установить контакт с сотрудниками фонда. Попытки продолжались в течение восьми минут, после чего в камеру содержания вошли доктора, ОВ и ОВА и агенты «данные удалены». Не выказывали признаков агрессии. Однако, «данные удалены», вследствие чего SCP-1101-8 был разрушен. На его месте осталась обугленная записка. Удалось различить только фразу «хватит мешать». Остальное было уничтожено огнём. Других появлений «данные удалены» не зарегистрировано. «Данные удалены» не зарегистрировано.